От имени Генеральной Ассамблеи имею честь приветствовать в Организации Объединенных Наций Его Величества Вильяма Александра, Короля Королевства Нидерландов. Я предлагаю ему обратиться к Ассамблее. Господин председатель, господин генеральный секретарь, ваше превосходительство, дамы и господа. Для меня честь выступать перед Генеральной Ассамблеей от имени Королевства Нидерландов. Это королевство, которое состоит из четырех автономных стран. Нидерланды, Аруба, Курасао и Сент-Мартин. Они расположены в Европе и Карибском бассейне. В 1945 году Устав ООН был подписан представителями 51 страны. Сегодня, спустя 70 лет, на Земле живет в три раза больше людей и в четыре раза больше государств-членов ООН. Со всеми трудностями, с которыми это сопряжено. Однако, как международная организация, ООН занимает положение, которым она может гордиться. За эти 70 лет мир был свидетелем потрясений, изменений и равновесия силы. Технологический прогресс изменил нашу повседневную жизнь быстрее и гораздо членнее, чем когда бы то ни было ранее. Сегодня, вместе с тем, ООН сохраняет свою жизненность. Отмечаем столкновения интересов, горькие конфликты, человеческую трагедию. Они сохраняются и сегодня, и даже сейчас. Жизни миллионов по-прежнему характеризуются страхом, репрессиями и нуждой. Вместе с тем, ООН продолжает жить в качестве легитимной платформы международного диалога, где страны могут всегда собраться, независимо от того, насколько велики их разногласия. ООН – это больше, чем просто платформа. Это организация, деятельность которой помогает формировать и улучшать наш мир. Благодаря части ООН мы сократили вдвое крайнюю нищету. Детская смертность сократилась вдвое. 2,3 миллиарда человек получили доступ к питьевой воде. Такие болезни, как малярия, туберкулез, отброшенный назад, операции в пользу мира во многих регионах привели к тому, что удалось победить кровопролитные конфликты. И все это благодаря работе миллионов мужественных людей государственных ООН, благодаря неустанным усилиям сотрудников ООН и органов как в Нью-Йорке, так и по всему миру. Поэтому хочу сказать ООН – поздравляю, благодарю за 70 лет борьбы с цинизмом и фатализмом. Для Королевства Нидерланды ООН является и будет оставаться ведущей глобальной организацией в интересах мира, справедливости и развития. Именно поэтому Королевство является кандидатом на место непостоянного члена Совета Безопасности на период 2017 по 2018 годы. Конечно, мир далеко не идеален, по-прежнему характеризуется ужасной несправедливостью, страданиями людей, но мы также добились огромного прогресса. Как бы выглядел сегодняшний мир без ООН? Не может быть никаких сомнений в том, что ситуация была бы гораздо хуже. Королевство Нидерланды испытывает чувство тесной связи с основополагающими принципами ООН, которые изложены в Уставе ООН. Понимаем ценность разнообразия, диалога. Это идет рукооб руку с убежденностью в том, что многостороннее сотрудничество может помочь нам продвинуться вперед, с тем, чтобы мир стал сильнее. Мы в долгу перед другими странами за нашу свободу. 70 лет назад наши союзники пошли на огромные жертвы, освобождая Нидерланды. Они позволили нам восстать и стать процветающим королевством. Никогда не забудем о важности международной солидарности. Мир всегда может рассчитывать на Нидерланды в качестве партнера в интересах мира, справедливости и развития. Вместе с тем, так же, как мы испытываем чувство глубокой приверженности, мы так же верим, что нужно быть критичным, когда это необходимо. Хорошо, в 70-е годовщину, чтобы ООН открыто и честно посмотрела на результаты своих усилий, посмотрела на цели, которых не удалось достичь, на долгую извилистую дорогу, которую предстоит осилить. Наше правительство серьезно обеспокоено беззаконием, террором, неуважением основных прав человека, которые наращивают свои масштабы в некоторых районах. Миллионы отчаявшихся оказались перемещенными. Они вынуждены бежать от насилия. Это ни в чем не повинные жертвы нетерпимости. Ужасающее поведение тирантов, которое они не могут сдержать. Многие беженцы находятся в отчаянном положении слишком долго. Позитивные последствия долгих лет работы по достижению устойчивого развития оказались в опасности. Все это затрагивает нас всех, и мы не можем отворачиваться от этого. Нас глубоко тронули трагические образы семей, которые вынуждены были оставить все в поисках безопасности. Все страны мира должны проявить солидарность перед лицом кризиса беженцев. Королевство Нидерланды еще раз увеличило свой вклад в дело гуманитарной помощи, и мы являемся одним из крупнейших доноров в мире. Призываем другие страны последовать нашему примеру, оказать дальнейшую, дополнительную поддержку ООН, с тем, чтобы она могла предоставлять продовольствие, жилье для всех тех, кто вынужден бежать, дать им шанс восстановить жизнь. Абсолютно необходимо, чтобы мы приложили совместные усилия в деле мира и безопасности, чтобы они были более эффективными и действительными. Обзор независимой группы высокого уровня по операциям ООН в пользу мира является полезным инструментом в этой связи. С момента основания ООН Королевство Нидерланды принимало участие в 63 миссиях ООН, или миссиях, на которые был дан мандат ООН, более чем 30 странах. Эти миссии, в которых участвовало более 125 тысяч голландских военных и гражданских лет. Ранее в этом году я посетил мужчин и женщин из Голландии, которые участвуют в миссии ООН в Мали, Минусма. Ситуация там, очевидно, свидетельствует о том, насколько сложны проблемы в конфликтных районах. Невозможно построить прочный мир только мирными военными средствами. Политическое решение необходимо найти. Столь же важно укреплять институты, которые гарантируют уважение верховенства права, и устранить первопричины конфликтов. Отсутствие достойных перспектив или равных возможностей приводит к тому, что многие молодые люди оказываются в руках безжалостных террористических организаций. Дискриминация, изоляция – это корень многих бед в мире. Именно поэтому нам нужен трехаспектный подход в сочетании обороны, развития и дипломатии. И у Нидерландов на этот счет имеется многолетний опыт. Например, поставили во главу угла стимулирование создания рабочих мест в Африке, оказание помощи молодым африканским предпринимателям. Мы наращиваем нашу поддержку программ по содействию и установлению стабильности в хрупких государствах. Королевство Нидерланды гордится тем, что у нас расположен Международный суд. Это единственный главный орган ООН, который базируется за пределами Нью-Йорка. Гаага – это место, где глобальный мир, справедливость и безопасность защищают целый ряд международных организаций, включая Международный уголовный суд и Организацию по запрещению химического оружия. Ключевая характеристика правового порядка – это отсутствие безнаказанности. Нельзя допустить, чтобы насилие восторжествовало. Безнаказанность никогда не должна становиться нормой. Все, кто добивается справедливости и правосудия, может рассчитывать на королевство. Несправедливость – это как открытая рана. Сотни семей из десяти стран, включая Малайзию, Австралию и Нидерланды, по-прежнему скорбят каждый день за близких, любимых, которых они потеряли в ходе катастрофы MH17. Они ожидают результатов выполнения резолюции соцбезопасности 2066. Резолюция – это недвусмысленно. Требует, чтобы те, кто несет ответственность за этот инцидент, ответили за свои действия, чтобы все государства в полном объеме сотрудничали с усилиями по обеспечению ответственности. Голландское правительство будет неустанно работать вместе со всеми странами и организациями, которых это касается, пока правосудие не будет отправлено в связи с этой трагедией. Мир, справедливость и развитие тесно взаимосвязаны. Это три ада. Они связаны друг с другом, как и лопасти турбины. Для достижения долгосрочного прогресса все три абсолютно необходимы. Поэтому наше правительство приветствует цель устойчивого развития, где усилия международного сообщества будут сконцентрированы на этом. На следующие 15 лет мы будем вкладывать и сердца, и душу, чтобы обеспечить их успех. Недостаточно внимания, уделяется позитивной роли, которую могут играть женщины. Даже в самых суровых, безнадежных условиях у женщин зачастую есть сила продолжать жить, находить практические способы улучшения жизни семей, местных жителей. Поощрение равных прав и возможностей для женщин – это, собственно, устойчивое развитие в действии. Любая организация, которая хочет сохранить свою актуальность, должна адаптироваться. К новым временам и обстоятельствам. Особенно это важно для организаций, которые поддерживают общие ценности, преемственность, чтобы критически рассматривать результаты собственной деятельности. Они должны задаваться вопросом, по-прежнему ли уместны наши методы работы? Без такого самоосмысления существует опасность, постепенная эрозия, их актуальность и эффективность. Для ООН и Совета безопасности после 70 лет это стало насущным вопросом. Совет безопасности должен иметь возможность действовать более решительно в условиях крупномасштабных злодеяний. Большая сдержанность в применении права Виета поможет, и мы тепло приветствуем инициативу Франции на этот счет. Законность Совета также является предметом сомнений, если часть населения мира считает, что он недостаточно представлен в Совете безопасности. Совет безопасности не может должным образом играть свою основную роль в качестве глобального органа, который гарантирует мир и безопасность, и урегулирует конфликты. В частности, Африка недопредставлена, но голоса других регионов и стран к ним также недостаточно прислушиваются, и необходимо изменить эту ситуацию. Королевство Нидерланды верит в силу эмпатии и диалога. И не всегда это голоса, которые звучат громче всех и говорят об истине. Зачастую малые государства-члены показывают, по какому пути нужно идти. Один из примеров – это давний призыв малых островных государств к более активному глобальному подходу к борьбе с изменением климата и загрязнению мирового океана. Они испытывают неотложный характер этой работы, как никто другой. К счастью, наконец-то, все больше крупных стран отрабатывают конкретные планы действий. Королевство Нидерланды знает, насколько это важно. Три из наших стран – Аруба, Курасао и Сент-Мартен – являются малыми островными государствами. И еще три других карибских острова являются особыми муниципалитетами Нидерландов. У нас вековой опыт обращения с водными ресурсами Нидерланды является одной из наиболее максимально защищенных дельт в мире, инвестируя миллиарды с тем, чтобы смягчать последствия изменения климата. Именно поэтому мы намерены громко выступить на конференции сторон Парижа позднее в этом году, 21-й конференции, и мы будем и впредь настаивать на том, чтобы мировой океан был более чистым. Наш руководящий принцип просто – нужно учитывать интересы всех стран, крупных и малых. Нужно забыть о том, что у кого сила, тот и прав. Мы считаем, что тот, кто прав, у того и сила. Это также лежит в основе нашего желания выдвинуть кандидатуру на членство в Совете Безопасности ООН в 17-18-е годы. Мы хотим служить всему международному сообществу на уровне ООН в качестве вашего партнера в интересах мира, справедливости и развития. Для моей супруги и для меня лично имеет личное значение. В течение семи лет я имел честь быть председателем консультативного совета генерального секретаря по водным ресурсам и санитарии. Моя супруга по-прежнему остается специальным советником по инклюзивному финансированию для развития. Два года назад генеральный секретарь Пан Гемон выступал на праздновании 100-й годовщины в Дворце Мира в Гааге. Он тогда сказал, что здесь, в Гааге, вы помогаете расширять верховенство права, вы приносите верховенство права в жизнь. Эти теплые слова мы воспринимаем не просто как важный комплимент, но и как вызов вдохновению. Это торжественная задача, и мы стремимся выполнять ее вместе со всеми вами в Гааге, в Нью-Йорке и по всему миру. Большое спасибо. От имени Генеральной Ассамблеи я благодарю королей. Я благодарю Его Величества, Короля Королевства Нидерландов, за обращение. Я прошу вас оставаться на местах, пока я сопровожу Его Величество. Продолжение следует...